я нахожусь в эфирном пространстве на своем рабочем уровне пространство очищено от всех помех программ воздействия пространство чистое прозрачное я могу начинать работу я призываю эфирное тело владимир владимир вот подошел я проверяю я идентифицирую по коду ДНК да это Вадим я хочу осмотреть со стороны в каком состоянии находится эфирное тело Вадима считать его уровень вибрации минус второй уровень сколько теряет Вадим энергии в среднем 38% от 38 до 42% эфирное тело находится в пространстве ниже нулевого уровня визуализация идет подземелье пещера подвал вот даже больше подвал эфирное тело эфирное тело я спрашиваю подаводима может ли он подняться выше нет он говорит что он зафиксирован называет это программой утешение сейчас я хочу подробнее рассмотреть какие это программы я вижу на нем пояс пояс он выглядит как темно-серый по материалу как будто металлический пояс от него от него идут крепления вроде троса два крепления по левую и по правую сторону и крепятся к платформе на которой он стоит платформа он видит искусственный камень или бетон почему-то идет пластика бетон в поверхность этой платформы вкручены штыри с петлей и эти тросы крепятся к ним эти тросы удерживают проводим крепко фиксируясь на поясе я спрашиваю может ли он сдвинуться на шаг вперед или на шаг назад да может сдвинуться на шаг вперед на шаг назад то есть тросы крепления эластичные но эластичность незначительная я смотрю на ноги в один не даже выше энергия похожа на резину да упругая энергия визуализация идет как резиновые почему-то не болотные сапоги а болотные штаны я не знаю есть такие болотные штаны то есть вот это эластичная полностью как чулки надета на ноги и доходит до самого пояса то есть эти энергии блокируют всю нижнюю часть туловища да так и есть это еще одна программа блокирующая кроме того вот я вижу над головой расположена в виде колокола или колпака прозрачная голографическая я бы сказала полусфера да полусфера она прозрачная но она как будто соткана или в ней проложены канальцы стекловолокно и иногда вспыхивают разноцветные огоньки как импульсы от этих от этих от этих огоньков разряды в виде лучей я сейчас посмотрю я вижу что направляются в голову в мозг она сейчас проверит только ли туда пространство затуманивается я сейчас приказываю замолчать всем программам я снимаю все защиты на снятие магии колдовства все воздействия чтобы я могла считывать только чистую достоверную правдивую информацию раз два три пространство прояснилось я проверила свое видение была попытка закрыть способность видеть но отразила эту атаку и теперь все можем продолжить рассматривать ситуацию и так из этого купола голографического импульса проходит в головной мозг и в спинной мозг то есть воздействие идет не только на сознание но и на периферическую нервную систему активируя заложенные генетические программы активируя мне идет островки островки фрагменты негативной генетической памяти я спрашиваю для чего и в каких случаях происходит эта активация мне идет ответ что это комплексное блокирование что это воздействие не идет торможение погружение то есть воздействие на создание активация программ мысленных установок поведенческих шаблонов программ программ действий реакции программ изъя изъятие изъятие волевых творческих усилий я я не знаю как это изъятие волевых творческих усилий а через позвоночный сток воздействие идет да на активацию активируется мне идет программы жизнедеятельности программы жизнедеятельности пищевые предпочтения желания привычки малейшее сопротивление со стороны духа в один может привести к тому что разряд будет интенсивным будет послан да и я поняла может повлечь за собой вегетососудистые расстройства дисфункцию органов и системы жилья и обеспечения организма болевые ощущения веги атрофии переключение 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 желез идет на несбалансированную выработку тех или иных скорбун да идет ответ да понятно я подвигаюсь от этой ситуации и смотрю еще какие есть блокировки нет это пока все я спрашиваю Вадима видит ли он в каком положении в каком состоянии он находится да он говорит теперь когда ты все озвучила я это все увидел я осознал я спрашиваю что ты видел до этого что-то ощущал закупоренность 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 не свободу и бессилие не видел выхода из ситуации шаг вперед и меня отбрасывала назад я говорю вадиму позволяет ли он хочет ли он чтобы я поработала сейчас с ним и для него да он дает свое согласие я говорю тогда вадиму чтобы он вот прямо сейчас обратила внимание на то что он душа энергию света создания фракталь до продолжение творца нашей силе что все его пространстве подчинено его воле и как он однажды позволил и допустил подобную блокировку также сейчас он может обнаружил в душе свой свет проявить свою волю в своем даме реки осознать что все удерживающие его конструкции это всего лишь программа и он может легко сделать этот пояс который у него металлический сделать его хрупким сделать его похожим на папиросную бумагу или промокашку и разорвать этот пояс вот я вижу он его разрывает сбрасывает с себя над ним находится этот купол посмотри вадим над тобой купол ты можешь выйти из-под него нет он говорит что затроняется выйти из-под него в таком случае это можешь сейчас ударить по нему и не разбить его это всего лишь программа ничто не способно блокировать творца ничто не способно блокировать энергию света света сознания когда она осознает себя таковым все я вижу ударю посыпалась хорошо 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 теперь я предлагаю Вадиму осмотреться вокруг где он находится он говорит подземелья есть ли вокруг еще какие-то программы или сущности которые здесь его держали или блокировали есть ли еще какие-то энергии или сознания которые блокировали либо в этом пространстве да и есть поскольку эти сущности находятся в твоем в один энергопространстве то они являются твоими пленниками посмотри есть ли у тебя привязки питаются ли они твоей энергией и можешь прямо здесь и сейчас отключить их от подачи своей энергией да все я вижу сделаю теперь ты можешь накрыть их непроницаемыми своими собственными программами ограничениями и мы рассмотрим их здесь на нашем рабочем столе по внимательнее все я поняла хорошо хорошо Вадим предлагает подняться все таки из этого подземелья потому что он видит что мне тяжело находиться на этом уровне здесь очень агрессивные темные энергии поэтому да давай мы так и сделаем итак Вадим готов подняться давай посмотрим где у нас выход из этого подземелья вот он прямо над нами он прямо над нами в виде колодца да такое да мы находимся как будто на дне колодца я предлагаю Вадиму посмотреть и сама смотрю есть ли какая-то лестница или какой-то иной способ подняться наверх Вадим говорит что мы можем выпрыгнуть и это действительно так я спрашиваю Вадима готов ли он это сделать да он готов это сделать итак мы с ним поднимаемся вверх хотя бы на нулевой уровень давай на счет три раз два три да мы вышли на нулевой уровень я смотрю Вадим стоит уверенно на нулевом уровне да уверенно и не нужно под ноги что-то ставить то место которое мы покинули Вадим что ты хочешь с этим сделать оставишь так как есть или мы не будем загрязнять нашу чистую вселенную я наблюдаю что делает Вадим какое ты принимаешь решение я вижу он как будто бросает туда энергетический шар бросает его туда в виде бомбочки такой просто энергию света бросает в то помещение и этот свет он какой-то взрыв наоборот происходит я вот вижу взрыв наоборот какая-то аннигиляция всего происходит все это сворачивается в одну точку то есть он схлопнул это пространство я верно понимаю Вадим скажи мне да он схлопнул он иллюминировал это пространство хорошо вместе с теми сущностями которые там находились он говорит да конечно поясни пожалуйста он поясняет что это демонические сущности в количестве трех они не обладают они не обладали потенциалом стремления к свету и поэтому он как творец принял единственное верное решение элиминировать тьму и высвободить те крупицы света которые позволяли им существовать в этом мире по сути ты разложил их на частоты да да совершенно верно он разложил на частоты при этом темные частоты частоты низковибрационные схлопнул да и эти энергии поясняют стали строительным материалом без без формы без потенциала без сознания субстанция он говорит которую которую более осмотрительные творцы чем те которые создавали демонов смогут использовать для создания чистых и светлых миров точнее материальных миров а световые частицы я спрашиваю улыбается говорит ну как и положено отправились к первоисточнику они были они долго удерживались он говорит они краденые они долго удерживались в отрицательных верностях пришла пора настал час освобождение вознесение украденных световых частиц к первоисточнику хорошо итак мы продолжаем я прошу вадима развернуть переданную ментальную карту для того чтобы я могла считать что происходит в его энергосфере и помочь ему увидеть то что очень трудно увидеть самостоятельно учитывая все блокировки сознания которые произвели цивилизации захватчиков производя генетические доработки земных тел человек уточняют на тонком метафизическом уровне эфирного днк итак я смотрю ментальную карту Вадима в секторе программы я вижу в первую очередь бросается в глаза программа блок нелюбви к себе еще более значительная громоздкая программа которая как бы наросла на первичный блок это блок жертвы очень мощная программа занимает почти весь сектор и еще да блоков и программ еще много очень но первичная программа сейчас я посмотрю сейчас я считаю какая первичная программа удалив которую мы сможем если не разрушить полностью то нанести значительный урон всей конструкции потому что программы наслаиваются один в другую и малейший допуск в энергосферу человека даже если этот блок был сформирован много воплощений назад еще раз были захватнические цивилизации они были заинтересованы в том чтобы человек успел за время воплощения либо между воплощениями избавиться от этого блока заблокировали память и сознание полностью и с каждым домом воплощениям ситуация только усугублялась и блок только нарастал на него наслаивались все новые и новые программы и так я считываю какой блок самый первичный отверженность мне идет отверженность я спрашиваю отверженности кем-то или самим собой самим собой ну вот я ее называю программами любви к себе Вадим назвал ее программой отверженности но видимо это правильно хорошо мы вернемся к этому сейчас давай посмотрим с тобой сектор магии и колдовства я вижу много фигур но они но они как бы не очень значительные большого влияния не оказали они суетятся там сейчас я всем приказываю всем замереть рассесться успокоиться и не шуметь я считываю информацию какая какая из сущностей программ энергий людей существ в этом секторе спрашиваю Вадима как кто из них привлекает особое внимание да он показывал пожилая женщина уже старенькая но она почему-то бледная она она уже разоплощенная все мне идет информация что это женщина она нашла родовое проклятие это отразилось на родовом древе мне это усыхание родового древа я переспрашиваю Вадима по какой линии по мужской или по женской мне идет по мужской линии то есть от отца я прошу Вадима показать мне это древо родовое ну да я вижу дерево совершенно черное усохшее без коры по сути зеленеет зеленеет только две веточки одна из которых Вадима веточка ну вот за дерево прячется сущность это сущность я смотрю она крепко привязана к этой развоплощенной колдуне я спрашиваю Вадима на сколько поколений перед ним за сколько поколений перед ним была наведена эта порча он отвечает за четыре поколения мне идет имя женщины фаина фаина я обращаюсь сейчас к фаине я прошу Вадим останови эту сущность которая вокруг дерева скатит заблокируй забороть его я понимаю что ему не хочется сейчас покидать злачное местечко с энергией он пытается мешать этому расследованию я спрашиваю фаина фаина ты видишь что произошло с родовым гребом она говорит да я вижу что сожалею я хочу спросить фаина почему ты сожалеешь она отвечает что она застряла она говорит что она застряла в темном вязком пространстве и что она знает что ей грозит она показывает что под ее ногами уже набирает силу вихрь и воронки которая она говорит утягивает уже тянет мою душу она говорит туда откуда мне не будет исхода я спрашиваю фаина хочет ли она отменить то действие которое произвела по отношению к роду Вадима в то время когда она это сделала она она быстро быстро кивает головой да 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 может это поможет мне удержаться и не как и не кануть в лету без 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 Почему-то говорит в зеро Ноль Я готова искупить Я готова исправить В таком случае я предлагаю Фаэне отправиться В то место и то время Где она приняла решение Наводить порчу Я буду сопровождать ей И проверить, все ли правильно она сделает В том времени Все, мы переносимся в то время и в то место Я вижу небольшой провинциальный городок Расположен не на равнине, а на холмах Потому что Вот я вижу улицу передо мной И дорога идет под уклом Под укломом И на дороге Вдоль дороги стоят Двухэтажные небольшие домики Я поворачиваю с другой стороны дороги Заборчики деревянные И такие я вижу временные деревянные строения Я считываю информацию, что Что-то вроде мастерские Да, это мастерские И в этих двухэтажных домиках живут У меня идет мастера своего дела То есть ремесленники Я спрашиваю Да, если творчество можно назвать Дозвать ремеслом То есть речь идет о мастеровых людях Но поскольку это не столь важно Каким ремеслом занимаются Я отодвигаю эту информацию Мы продолжаем заниматься тем, что Я смотрю, куда меня ведет Фаина Она ведет меня в один из этих особняков Мы поднимаемся по лестнице деревянной Интересная лестница Окрашена красно-коричневой краской Заходим в комнату И в этой комнате я вижу Окно Которое Выходит на эту улицу А за этой улицей Мастерские Со второго этажа Вид несколько иной Я думала, там небольшие строения А они Они большие они в виде Ангара Или цеха Но Деревянные Да То есть из окна открывается вид на эти мастерские Я вижу в углу напротив окна Никелированную кровать Неширокую Да С массой подушечек Вышивкой И Таким И кровать застелена Так интересно Кружева 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 спускаются до самого пола Чистая аккуратная комнатка В другом углу Ближе к окну Стоит стол И на столе я вижу На столе я вижу свечи Карты Книги В особенности Бросаются в глаза Такая книга В темном Темно-коричневом Кожаном Отвлеклются Стиснением Да Эта книга Она да Файна Открывает эту книгу На определенной странице Я вижу на ней символы Я вижу на странице Символ И раз она показывает Я попробую Считать информацию Идет ритуал Извести Врага И кровных И кровных Родственников В принципе информации достаточно Озвучивать Остальное не вижу Смысла Чтобы эту информацию Не Распространять В Коллективное сознание Человечества Эта информация В нашей вселенной Не нужна Но я поняла В чем смысл Дальше Файна показывает Мне Как она Открыла Эту книгу Она показывает Что зажигает Пять свечей Ставит их По кругу На такое Круглое Никелированное Блестящее Серебряное Серебряное Блюдо Серебряное Блюдо Я начинаю Производить Ритуал Я останавливаю Эту ситуацию Я спрашиваю Файну Что побудило Ее Какие События Какие мысли Эмоции Побудили Ее Прибедность К этому Ритуалу Она мне Отвечает Что Да Что Я Я самоуверенно Полагала Что Обладаю Даром Которым Не обладают Дочью Я могла Видеть Будущее Я могла Влиять На людей Я спрашиваю Какими способами Она Видела Будущее С чьей Помощью Она Говорит В то время Я полагала Что Это мой дар И я Отмечена Этим даром От рождения То есть Обладала Этим даром С детства Сколько Себя Помню И По ходу Жизни Только Развивала Понятно В чем Заключалось Это развитие Она Тренировалась Гадать На картах Изучала То есть У нее были Учителя Среди Знахарок Колдунь Вот она Называет Минимум Долг Да У которых Она Брала Уроки Расспрашивала Принимала Посвящение Читала Литературу И тому подобное Понятно Я Спрашиваю Фаины Поскольку Мы сюда Пришли Не просто Посмотреть А В соответствии С ее желанием Отменить Это действие То она Может Сделать Это Здесь И сейчас Фаина Заходит За несколько Линут До Совершения Этого Ритуала Когда книга Была Раскрыта На столе И были Свечи Приготовлены Она Закрывает Эту Книгу Ставит Ее На столе Они стоят Возле Стеночки И стоят Вертикально Как обычно На стерлажах Захлопывает Книгу Ставит Туда Стоит Минуту В замешательстве После Этого Все Я вижу Рядом С Дверью Да Все Я поняла Рядом С дверью Которая Ведет В эту Комнату Там В прихожей Топка Печи Домовая Печь Она Берет Эти Все Книги Выходит С ними Из Комнаты И Бросает Их В топку Одну За Другой Она Все Состала Собирает Вот Она Еще Раз Собирает Все Со Стала Так Интересно Поднимает Подол Юбки И Прям Со Стала Все Сгребает Подходит К Этой Печи Подвигает Такое Гремящее Жестяное Ведро Пустое Высыпает Его Все Это Все Это Отправляет В печь После Этого Фаина Что Делает Она Становится Заходит В комнату Становится Перед Окном На Колени Но Я Не Правее Советовать Как Это Делать Она Знает Сам Как Я Лучше Она Бросит Прощения У Первоисточника За То Что Впустила В Свою Жизнь Магию Колдов Стала Она Бросит Прощения За Все Поступки Мысли И Деяния Которые Были Направлены Во Вред Другим Людям И Ей Сам Она Просит Прощения У Всех Людей Кому Она Навредила А Так же У Всех И Потом Она Говорит Я Раскаиваюсь С Один Я Раскаиваюсь Помысленным Моя Гордыня Привела Меня Краю Бездны И я Стою На этом Краю И Даже Если Я И Даже Если Моя Душа Погибнет Я Моя Воля Отменить Все То Злое Что Было Сотворено Мною При Моей Помощи Все Что Было Сотворено Мной И При Моей Помощи Злодеями Вселенной Злодеями Вселенной Теми Кто Использовал Меня Как Орудие Зла Я Вижу Что Ее Раскаяние Принято Я Вижу На нее Падает Луч Свет От Первого Источника И Мы Возвращаемся В момент Здесь И Сейчас Я Спрашиваю Вадима Видел ли Он Все Происходившее Да Он Все Это Видел Мы Возвращаемся И Проверяем Сектор Магии Да В нем Фаэйны Нет Она Растворилась Теперь Мы Смотрим Дальше Кто Еще У Нас Есть Вадим Напоминает Надо Проверить И И Исцелить Родовое Древо Давай Посмотрим На Твое Родовое Древо Родовое Родовое Реогенетика Ты Можешь Это Сделать Я Вижу Он Делает Это Давай Посмотрим Есть ли Сущность Которую Мы Видели Это Возле Этого Дерева Ее Нет Понятно Хорошо Теперь Давай Еще раз Посмотрим Родовое Древо Удалось Его Исцелить Да Его Удалось Исцелить Отсохшие Ветки Убраны Она Покрывается Молодой Корой Да Я Вижу Что Идет Идет Компенсируется То есть То Что Две Ветви Всего Остались В Эти Ветви Вадим Вдохнул Достаточный Потенциал Для Того Чтобы Да Для Того Чтобы Древо Могло Развиваться В дальнейшем И Чтобы Вырождались Дети И Жизнь Продолжала Своё Естественное Течение Все Мы Выходим Из этой Ситуации Проверяем Еще раз Сектор Магии Если Кто То С С Кем Следовало Бы Поработать Я Спрашиваю Вадима Он Говорит Что Нет Все Остальное Так Мелкие В Таком Случае Я Предлагаю Уточнить Вот Что Существуют Ли Какие Магические Контракты Владима Я Смотрю В Сектор Контракт Есть Ли Какие То Соглашения Есть Ли Какие То Обязательства Так В Сектор Контракт Что Я Вижу Один Контракт Я Считываю Это Контракт На Теперешнее Воплощение Если Под Контракт Да Есть Два Под Контракта Их Обычно Прячут Если Дубликаты Приложения Какие Это Соглашения С Людьми Сущностями С Энергиями Вот Эти Два Под Контракта И Есть Так Все Я Поняла К Этому Вопросу Мы Дойдем Еще Отстраняюсь От Этой Ситуации Поскольку Нет Магических Контрактов Я Предлагаю Вадиму Вот Сейчас Взять Всех Этих Магов Всех Этих Целительниц Всех Этих Гадалок Которые Когда Либо В Его Жизни Отметились Своим Присутствием И Привнесли Энергии Темных Ритуалов В Его Жизни Если Он Хочет Он Может Их Выдворить За Пределы Своей Энергии Сферы Он Может Отделить Человеческое От Нечеловеческого Для Этого Он Может Создать Определенную Цент Трехугу Он Говорит Я Знаю Как Хорошо Я Наблюдаю Вот Он Создает Центрифугу Он Помещает Всех Кого Обнаружил Все Отпечатки Все Фантоны Все Сущности Энергии Которые Есть У него В секторе Магии Помещает В эту Центрифугу Раскручивая Он Высвобождает Все Человеческое И Отправляет На суд Первоисточника Вот Он Уточняет Что Он Запрещает Весь Переброс Кармы Он Запрещает Он Отдает Все Кармические Последствия Которые Когда-либо Были Навязаны В ходе Этих Ритуалов Которые Когда-либо Были Навязаны Впечатаны В его Энергосферу И В его Генетический Код Да Все Он Вынимает Выталкивает Из себя Вот По Систем Подключив К этим Колдунам Выталкиваешь Из себя Все Их Энергии Все Эти Капсулы Кармические Где Они Раскладывали На людей Свою Кармическую Ответственность Заражали Как Вирусом Все Вытолкну Теперь Смело Отруби Все Эти Привязки Ты Будешь Возвращать Всю Энергию Которую Они У тебя Забирали Нет Говорит Эта Энергия Все Заражена Поэтому 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 Я Место Да Ну Да Нижний Портал Сжигаем На уничтожение Отправляем Вместе Совсем Нечеловеческим Итак Центрифуга Все Человеческое Отделяет И отправляет На суд Кормический Суд Первоисточника Все Нечеловеческое Вместе С Энергией Отправляются На уничтожение На полную Аннигиляцию У меня идет Слово Первоматерия Первая Энергия Первичный Нулевой Уровень Да Итак Проверяем Сектори Магии У нас Пусто Пусто Но Внимание Мое Обратно Возвращается К Сектору Программ Вот одна из программ Просто кричит Я приказываю Замолчать И предлагаю Вадиму Еще раз назвать Какая это программа Ты видишь Какая из программ Ведет себя Настолько Беспокойно Что беспокоит И тебя И все Наши Расследования Он говорит Самообичевание Самоотторжение Ну в таком случае Я предлагаю Вадиму Показать мне Тот момент Показать мне Тот момент Когда он Впервые Столкнулся С этой программой Когда она Впервые Вошла в него Когда он Впервые Впустила Свою Даргосферу Свою Сознание Да я вижу Это Диотропное Развитие Вадим Выглядит Совсем Маленький Еще Совсем Маленький Еще Зародыш Но Душа Сознание Имеет Другой Возраст Возраст Души Исчисляется Он мне Говорит Тысячами Лет Да Конечно Итак Мы с Вадим Смотрим На этого Ребеночка Я спрашивала У этого Ребеночка Как он Себе Чувствует Что Что Ты Ощущаешь Хорошо Ли Тебе Какие Ты Испытываешь Эмоции Он мне Отвечает Я Не Нужен Я Спрашиваю Почему Ты Не Нужен Ты Ведь Уже Здесь Он Говорит Что Он Столкнулся С Сомнением Мамы Он Рассказывает Мне Что Что Впервые Увидел Ее Когда Она Мечтала Быть Паном И Воспринял Это Как Призыв Он Говорит Я Хот Я Хотел Я Хочу Принести Счастье Этой Женщине Он Говорит Что Это Родная Душа Которая Выж Выпало Много Испытаний Надолго И И Я Шел Осознанно Чтобы Поддержать Ее И Пребывать С ней В радости Я Пришел С ее Согласие А Уже Доходясь Здесь И Он Говорит Я Не Могу По Своей Воле Вернуться Обратно Я Уже Привязан Да Он Напоминает Что Уже Заключен Контракт И Он Показывает Как будто Захлопнулось Захлопнулся Целый ряд Дверей Как будто С грохотом Металлические Двери Так Бум 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 То есть То есть Сонастройка У нас По согласию Мамы И В какой-то Да И душа Прошла Сквозь Эти порталы В рождении И обратного Входа Нет До тех пор Пока Целостен Земной Сосуд Так Дальше Я спрашиваю В какой момент Появилось Сомнение О каком Сомнении Идет Речь Он мне Показывает Женщину Молодую Женщину Веселую Немного Полноватую Такую Строгую Но очень Веселую Активную Эти сомнения Возникли Да Сейчас Секунду Как это Идет Ответственная Работа Рождение Ребенка Здесь Сейчас Рождение Ребенка Будет Способствовать Снижению Потенциала Лишит Карьерных Перспектив Да Я конечно Хочу быть Мамой Испытать Это Счастье Вырастить Вырастить Свою Кровиночку Но как Я буду Совмещать Мне не на кого Положиться И будет Будет Сложно Обустроить Жизнь Таким Образом Ну вот Ответственность Ответственность Гиперответственность Гиперответственность Как я смогу Идеально Выполнять Обязанности Матери И обязанности Найдет Руководитель Я должна Сделать Правильный Выбор Пока не Поздно Сомнение Одно Сомнение Я Спрашиваю У Вадима У маленького Как Как он Почувствовал Что он Почувствовал Когда Эти Сомнения Посетили Мамы Он Говорит Я не Хочу Мешать Я Не Я Не На долю Не хочу Усложнить Ей Жизнь Я Пришел Не Причинять Неприятности Я Пришел Делать Ее Жизнь Счастливой Гармоничной Наполненной Я Пришел Радовать Ее Но Оказалось Что я Способен Принести Ей Огорчение И Проблемы Он Говорит Я Хочу Уйти Обратно Я Медит Я Хочу Прекратить Это Развитие Я Хочу Вернуться Не Выходя В Воплощение Я Обращаюсь К Вадиму Взрослому Уже Осознающему Говорю Вадим Ты Видишь Что Происходило Тогда Да Да Говорит Я Вижу Теперь Я Прошу Вадима Передать Информацию Этому Ребеночку Успокоить И Сказать Ему Что На самом Деле Мамочка Его Очень Любит И Что Жизнь Сложилась Лучшим Образом И Что Ему Удалось Сделать Мама Счастливо Исполнить Свои Намерения Что Они Были Покажи Ему Покажи Ему Те Ситуации Те 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 События Когда Вы Оба Смеялись И Радовались Удивлялись Когда Вам Было Хорошо Вместе Он Показывает Я вижу Картинками И За столом И Вот В кресле Так Удивительно Приятно И Он Подбегает Маму Обнимает И Она Так Улыбается Такая Счастливая Дай Ему Информацию Этому Маленькому Ребеночку Что На самом Деле У него Все Получилось И Что Он Пришел Совсем Не Зря И Что Бамочка Его Ждет Эти Сомнения Это Донос Это Не Какого Значения И Если У Мамы Появилась Какая То Мысль Она Привнесена Измена И Он Достаточно Силен Я Предлагаю Вадиму Слиться С этим Ребеночком Своим Сознанием Поднять Вибрации Радости Гормон И Поскольку Он Находится Так Близко К Сердцу Своей Мамочки Он Может Эту Информацию Передать Ей Прямо Вдушинку Прямо В ядро Ее Сознания О том Что Он Любит Ее О том Что Он Рядом С Ним О том Что Ех Ждет Очень Много Светлых Счастливых Минут О том Что Ей Не Нужно Беспокоиться Ничего Все Будет Так Как Они Захотят Они Родные Душники Им Вместе Будет Хорошо Легко И Приятно И Они Проживут Вместе Долгие Счастливые Годы Да Я вижу Он Это Делает Мама Улыбается О Она Отбросила Все Сомнения Она Улыбается Она Совершенно Полна Решимости Все Хорошо Я Спрашиваю Твоего Маленького Ребеночка Ты Видишь Что Ты Можешь Ты Способен Ты В том Времени Исправил Ситуацию Ты Точно Так Жи Из Этой Минуты Из Этого Времени Можешь Послать Вперед На Всю Свою Жизнь Послать Луч Любви К Себе Ты Способен Творить Реаль Ты Способен Изменять Ее К Лучше Да Он Говорит Я Способен Я Вижу Так Посылает Такой Энергетический Импульс И Вот Как Кинолента Кадры Киноленты По жизни По жизни Дальше 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 Вот Я Вижу Это Глубокой Старости Он Прям Лучом Проливает Просвечивает Все Пространство Своё Всех Событий Своей Жизни Сильная Сильная Мудрая Душа Ты Нужен Этому Миру Теперь Ты Это Видишь Он Улыбается Отвечает Да Вижу Конечно Ну Все Я Спрашиваю Вадима Можем Либо Вернуться Здесь И Сейчас Да Мы Возвращаемся Здесь И Сейчас Теперь Я посмотрю На Вадима Моя Этогосфера Так Просветлела Заиграла Такими Светлыми Радужными Красками Увеличился В объёме Давай Посмотрим На Сектор Программы Я слышу Вадим Говорит Нет Программы Самоликвидации Да Программа Соба Ликвидации Исчезла Она За собой Как на верёвочке Тянула Все остальные Программы И блоки И поскольку Собрать Собрать Все остатки Ты будешь Ты будешь Делать Я буду Просто Озвучивать Что я вижу Ну вот Вынимает Из корневой Чакры Программа Страха Страх быть Неугодным Страх быть Страх быть Лишним Страх быть Лишним Как Страх Не справиться Хорошо Дальше Поехали Из корневой Чакры Все А нет Он показывает Браслеты На руках И ногах Это Ограничительная Программа Куда-то Не ходить И что-то Не брать Да Совершенно Верно То есть Идти Только туда Куда Приказано Не проявлять Свою волю Не Рисовать Свои пути И не брать То что тебе Полагается Отдавать Можно А брать Нельзя Как интересно Хорошая программа Кому-то Выгодная Так Снимаем Эти все Браслеты Все это В мешок Так Дальше Смотрим Что еще А вот Зажим По родовой Программе Все Я вижу В области Коленей Как будто Путы Да Вот такие Веревки Они как будто Уже Стлевшие Они как будто Старая Пиковая Веревка Такая Мохнатая Но она уже Как будто Плесень Неизъеденная Старая Склизкая Такая Скользкая С черной Плесенью Потом Снимает Эту Программу Что это За ограничения Что это За блок Что это За зажим Все Я поняла Это Он связан С родовым Древом Каким Образом Все Я поняла Сейчас Объясню Сейчас Вадим Давай Подробнее Сначала А то Все Сразу Вывалю Подробнее Пожалуйста Объясни Я все Это Озвучу Зажим Был Поставлен Тогда Когда Ребенок То есть Вадим Маленький Я вижу Обнаружил Несоответствие Того Шаблона До Пропорядоченной Семьи Который Культивировался В обществе С той ситуацией Которая Была В его жизни То есть В обществе Ну вот Идет Начиная С детского Садика Садик Нет Он говорит Садиковский Возраст Какой Возраст Ее Четыре Года С четырехлетнего Возраста С четырехлетнего Возраста Сверстники Задавали вопрос Где твой папа И так Он мне показывает Картинку Как и пальцем Вот так вот Дети Показывают На него И говорят Тю 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 То есть Что-то Ненормально Как будто То есть Вот Тю У тебя Папа нет Это вот На уровне Как у меня Есть ведерко А у тебя Только совочек Тю У тебя нет Ведерка То есть Дети Принесли Этот шаблон Да И вовремя Видимо Не объяснила Мама Что так Тоже бывает Да Он говорит Да Мне было Непонятно И Я не Получил Вразумительного Ответа Своевременно Ну теперь Все понимаешь Теперь ты этот блок Можешь удалить Он удаляется Не возвращается Говорит Конечно Конечно Удаляется Говорит Я же все Осознал Все Он снимает Эти путы И выбрасывает В мешок Так Давай посмотрим С тобой На стопы Твоих ног Что есть На них Давай Внимательно Ну я вижу Гибридизацию Ты можешь Сейчас Импульсом Просто Своей Энергией Жизни Наполнить Все Клеточки Твоего Тела Все Доедимые И направить В самые проблемные места Такой световой импульс Чтобы не осталось места Для жизни Паразитирующих Существ Кем бы они не являлись Вирусы Бактерии Паразитарные Сущности Гельвинты Грибки Грибки В общем Все Живые существа Физического Эфирного Плана И астрального Плана Ты можешь Сейчас Их все Исторгнуть Из своего Тела Гим Импульсом Световым Взрывом Изнутри Вот И поэтому Всем структурам Которые Пытались Паразитировать Твоем теле И вести Его К скорейшему Умерщвлению Ты можешь Да Все Все Эти Сознания Кем бы они Не являлись Вот я вижу Лярвы Все Это Собираешь Да Ментальным Пылесосом Все Это Можешь В мешок Нет Оно Живое Поэтому Давай Его Сразу В сферу Герметичную Собираю Открываю Нижний Портал Видишь Там Горит Огонь Ядро Галактики На Аннигиляцию Выбрасывай Закрывай Портал Выбросил Давай Теперь Проверь Свою Энергосферу Я тоже Посмотрю Всех Сущностей Ты Выбросил Этот Этап Работан У Руком Давай Проверим Остались Ли Еще Какие Это Остались Незначительные Поражения Гибридизации Да Да Остались Вирусное Поражение Есть Нет Остались Только Гибридизация Энергия Гибридизация Все Мы с ними Разберемся Чуть Позже У них Другое Происхождение Поэтому Как только Мы уберем Инсектоидных Интерферентов Мы сможем Убрать Эту Гибридизацию Хорошо И так Продолжим Какие Еще Блоки Поставлены Тобы Ну вот Достоин Недостоин Достоин Ли Чего Недооценка Себя Откуда Она Идет Откуда Тут Многие Растут Недооценка Себя Ну вот Мне идет Программа Жертвы Где Стоят У тебя Эмоциональные Зажимы Вижу Сексуальная Чакра Хорошо Вторая Чакра Снимай Зажим Вижу Почки Надпочечники Снимай Зажим Третья Чакра Все Вижу Вот Возле Диафрагмы Хорошо Глубже Возле Позвоночника Тоже Вижу Хорошо Давай Убирай Все это Все это Мешок Возвращаемся К ногам Почему-то Увели Наше Внимание Сделали Важное Дело Мы Возвращаемся К ногам Посмотри Пожалуйста Внимательно На свою Правую Ногу Что Ты Видишь Да Она Как будто Ага Видишь Она У тебя До щиколотки Погружена В черную Желеобразную Энергию Энергия Очень Агрессивная Она Снует Туда Сюда Видишь Шевец Давай Посмотрим Откуда Появилась Энергия Притянем Бери За Ниточку Притягивай Того От Кого Пришла Эта Энергия Вот Я вижу Притернул Демоническую Сущность Давай Прикажи Проявиться В истинном Облике В соответствии Со Своим ДНК Ну вот Демон Превращается Демон Превращается Демон Превращается В биттилоида Давай Спросим Его Я прошу Вадима Показать Когда При каких Обстоятельствах Он Впустил Эту Сущность Свою Моргосферу И позволил Ему Привнести Вот Эту Программу Энергетическую Этот блок Этот имплант Эту Энергетическую Субстанцию Чужеродную Когда Он Позволил Проникнуть Свою Энергосферу И внести Это Поместить На правую ногу Ну вот Мне говорят Что Это Прописано В контракте Которую Мы еще Не Расторгали Понятно Хорошо И тем Неменем Здесь И сейчас Вадим Попробуй Снять С себя Полностью Эту Эту Субстанцию Бросим Мешок Посмотрим Возвращается Видишь Она возвращается Липнет Обрат На На Ногу До тех пор Пока Не будет Расторг Карта Так Я Замораживаю Сейчас Этого Рептилоида Мне его Улыбки Здесь Не Нужны Вадим Проследи Чтобы В твоей Энергосфере Лишних Действий И движений Никто Себе Не Позволял Они Пленники В твоей Энергосфере Я Смотрю Только Со стороны Поэтому Заморось Эту Сущность Чтобы Она Не Отвлекала От Работы Ни Тебя Вот Это Лучше Хорошо Итак Давай Продолжим Дальше Посмотрим Какие Еще Зажимы Установлены У тебя По Чакрам По Телу Вот Мне Идет Ментальное Боле Ментальное Тело Ну Вот Масса Просто Ворох Целая Связка Ментальных Шаблонов Можно Не Можно Прилично Неприлично Стыдно Не Стыдно Так И так Вадим Вот Ты Сейчас Давай Просканируй Весь Спектр Твоих Мысленных Шаблонов Эмоциональных Шаблонных Эмоциональных Реакций Всех Навязанных Обществом Литературой Телевидением Все Фрагменты И программы Нейролингвистического Программирования Все Программы Пси Воздействия Все Программы Подавления Твоей Личности Все Программы Влияния Которые Ты Принимал И все Твои Согласия Которые Ты давал Когда бы то ни было С момента Первого Своего Воплощения За За Весь Период Жизни Твоей Души А потом Я вернусь В эту Потом я вернусь К нам В рабочее Пространство Вернусь В тот момент Когда ты всю Эту работу Проведешь И завершишь Раз Два Три Итак Я вижу Что Вадим Завершил Всю Эту Ревизию Собрал Все Свои Ментальные Блоки Говорит Весь Мусор И Хлам В котором Не вижу Теперь Необходимости Говори Вадим Я буду Озвучивать В которых Отпала Необходимость Вот Я с радостью Очищаю Своё Пространство Чтобы Ни у кого Не возникло Даже Мысли Воспользоваться Наслоениями Наслоениями Моих Прошлых Несовершенств Для того Чтобы Прицепить Или Посеять Вот Посеять В недра Этих Ментальных Наслоений Свои Черные Семена Я предлагаю Вадиму Еще раз Проверить Все ли Зацепки Обраны Все ли Фантомные Отметины Обраны Все ли Привязки Оторваны Он говорит Кроме тех Которые Полагались По контракту Хорошо Все я Поняла Все это Погружено В мешок Хорошо Что ты делаешь Вадим На вечное уничтожение Говорит Открывает Смело Нижний портал Выбрасывает Нижний портал На вечное уничтожение Да Все сгорает Закрываем Портал Закрыл Портал Хорошо Так Что касается Этого рептилоида Который улыбался Я вижу Вадим Переместил В сектор Этмерферентов Поэтому Мы сейчас Пойдем туда Самое время Заняться Этим Сектором Давай Что у нас Здесь Вадим Ты можешь Рассадить Их Всех По резервуарам Заблокировать Их По банкам По сферам Зеркальным Непроницаемым Отключи подачу Своей энергии К этим сущностям И посмотри на них Кто Они Такие Ты называй Я буду просто Повторять Озвучивать Называй По именам Определяй Сам Учись Определять По вибрациям По истинному Генетическому Коду Кто Эти Сущности Ты это умеешь Вспоминай Как это делать Если что Я помогу Да Совершенно верно В первой банке Засушенный Как кожица Засушенная кожица Ну а спинога Да Спрота Она почти прозрачная То есть Назовем это фантом Верно То есть это не сама сущность Это фантом сущности Где находится Сама сущность Я спрашиваю Вадим Улыбается Говорит Отчалил Понятно Отчалил Но он не свободен Как я понимаю Да Поэтому если ты захочешь Ты можешь притянуть его И также разобрать его На частоты Если это в твоей воле Конечно Если нет Ты просто можешь Его фантом Выбросить За пределы Своей сферы Выбросишь Говорит Я хочу разобрать На частоты Хорошо Давай посмотрим Как Давай подтягивай Раз остался его слепок Подтягивай его С самого спрота Вот здесь и сейчас Так Давай блокируй его Блокируй его Заморозь его немедленно Ты посмотри Что он делает Соворозил Все Поставь в зеркало Пусть он Да Пускай он посылает Свои Все воздействия Свой гиптоз Пускай посылает Саму себе В зеркало В зеркальную В зеркальную сферу Все Вот он Он твой пленник Он вторся в твою сферу И не важно Как далеко И как давно Он отбыл Он Сотворил зло В твоей сфере Он оставил Свои следы Ты Творец Ты По единому Космическому закону В праве Поступить с ним По Своей Божьей Воле Да Вадим Говорит Я в праве Давай-ка Проверь Вадим Проверь Себя Сейчас Поскольку Ты притянул Живого Спрута Я знаю Какие могут быть Последствия Посмотри Пожалуйста Внимательно В свои глаза Есть ли какие-то воздействия Вот давай Очищай Снимай эти чернила С глаз Видишь Он брызнул Да Я вижу Снимай эти все чернила И выбрасывай в портал Проверь свою энергосферу Проверь себя Остались ли какие-то Последствия От его выпада Так Я проверяю себя У меня конечно И защитный экран Стоит И Вся защита есть Но проверить неплохо Потому что Сущности шестого Избирения Для нас Человечика Ну да Для многих из нас Человечиков Уже не представляет Никакой опасности Хорошо Я понимаю Теперь я обращаюсь К Владимиру Что ты хочешь сделать С этим спрутом С этой сущностью Он так пальцами щелкает Сейчас я покажу Хорошо Я наблюдаю Ну вот он показывает И говорит Поскольку Эта сущность Занималась Воровством Моей энергии Светосознания Воздействовала На мое сознание Блокировала Управляла Мною Пыталась Управлять Как Марионетка Я Я расцениваю Это Как вторжение В мое Энергопространство Которое В нашей вселенной Карается Да Вот он Тем самым Этот спрут Наделил меня Правым Возмездие А Возмездие Хорошо Я Я цитирую Вадима Я Освобождаю Энергии Света Заблокированные В В этой Сущности Я Раз Лагаю По вибрациям Эту Сущность На свет И тьму Я Вижу Что он Отпускает Вот Все Вылетают Световые Частицы И Устремляются Резко Вверх Как Пули К Перевосточнику А Этот Спрут Он Как бы Сдувается Он Сейчас Как Сдувшийся Резиновый Воздушный Шарик Черного Цвета Но Он Не Утратил Свою Форму И Поэтому Я Спрашиваю Вадима Прошу Его Посмотреть Что Еще В Кем Есть Такого Что Удерживает Его От Полного Разложения От Полного Распада Вот Он Достает Изнутри Яйцо 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 Чем Какое-то Странное Мохнатое Такое Яйцо Это Яйцо Сквозь него Такое Пройдет Штырь Хрустальный Не Идет Хрустальный А Само Яйцо Такое Мягкое Как Не Твердое Мягкое Мохнатое Яйцо Вот Я вижу Он Просто В руках Он Просто В руках Растирает Это Яйцо Своими Энергетическими Руками Растирают И Восвобождают Световые Частицы Все Улетают А Все Остальное Да Все Остальное Становится Похожим На Такую Жижу Нет Скорее Это Такая Струящаяся Пыль Вот Он Все Сейчас Да Он Все Я Сейчас О Мужчины Мне нравится Ментальный пылесос Стал Как это Ментальным Керхером А И мне нравится Открыл Нижний портал И Сдул Все это Да Сдул Все это Своего пространства Нижний портал И портал Закрыл А Да Да Керхер Тоже Туда же Туда же Пылесосом Попользовался Все Закрыл Портал Молодец Да Дальше Следующий Смотрим Следующую Следующую Сферу Следующую Емкость Кого Еще Мы Видим Озвучивай Вадим Пожалуйста Как Ты Считываешь Информацию Кто Это А Это Старый Знакомый Замороженный Улыбчивый Рептилоид Ну Давай Тогда Ты Расскажешь Или Покажешь Мне Когда Впервые Этот Рептилоид Вторгся В Твое Энергетическое Пространство И Вообще Зачем Он Здесь Находится Давай Ка Его Спросим Зачем Он Здесь Находится Какие У него Основания Вообще Здесь Находится А Уже Не до Улыбок Уже Трясется Да Да Конечно Я Покела На Его Глазах Расчистотель Спрута Да Это Впечатляет Впечатляет И Тем Не Не Приказываю Ему Отвечать На Твои Вопросы Да Он Здесь На Основании Контракта Ну Мне нравится Их поведение Говорит Ну я Я Один Я Я Один Виноват И тыщет пальцем В следующую Баночку Следующую Баночку А в следующей Баночке Кто там у нас сидит Ну-ка Вадим Прочти Кто он такой Да Это Богомол Совершенно Верно Это Богомол А рептилоид Да Молодец Мне очень нравится Как он себя ведет Он тыщет пальчиком Говорит Контракт Не я Один Это Вот Вместе С ними Это Вместе С ним Я Не Виноват Да Уже Не до Улыбок Я Поняла Итак Мы Идем Тогда В момент Заплечения Контракта Как ты Думаешь Хорошо В таком Случа Я Здесь И сейчас Приказываю Всем Программам Всех Сущностям Энергиям Людям Всем Замолчать Замелить Я Снимаю Все Запреты На Снятие Магии Колгостого Я Ставлю Запрет На Переброс Карп Я Очищаю Пространство Разрушаю Все Программы Которые Способны Повредить Мне Увидеть Истинно Картину Момента Заключения Контракта Я Удаляю Убираю Разрушаю Все Иллюзии Все Двойники Все Зеркала Чтобы Я Могла Считывать Только Истинную Правдивую Информацию Да Мы Отправляемся В момент Заключения Контракта Я Вижу Я Вижу Поле Битвы Огромное Сражение Я Вижу Конницу Артиллерия Мне Приходит Слово Редут Я Прошу Вадим Показать Где он В этой Ситуации Он Мне Показывает Что Да Редут Приходит Пришло Название Батарея Раевского Я спрашиваю Я Переспросила Батарея Раевского Да Батарея Раевского Хорошо Я Спрашиваю Вадима Он Воевал Под Началом Раевского Да Он Бывал Под Началом Раевского Я Спрашиваю Что Означает Пусть Он Мне Покажет Что Такое Батарея Раевского Что Это Такое Вообще На Самом Деле Он Мне Показывает Укрепление Но Мне Показывает Укрепление На Большой Площади Причем Мне Показывает Такие Как Сказать Стационарные Укрепления То есть Крепость Вал Ров Интересная Крепость Я Вижу Звездчатый Такой Углом Фрагмент Я Вижу Что Пушки Очень Интересные Мне Когда Я Увидела Поле Сражения Мне Показался Странным Звук Потому Что В Фильмах Которые Я Видела О О Бородинском Сражении А я Сейчас Переспросила Вадим Это что Бородинское Сражение Он Говорит Да Бородинское Сражение Так Вот Я Я Слышу Что Звук Боя Он Сильно Отличается По Вибрациям От Того Который Я Могла Б Ожидать Мне Показалось Что Странное В Этом Звуке Иное Ну Хорошо Понятно То есть Стреляем Ядрами Пушечными Да Он Смеется Говорит Да Что Ты Нет Хорошо Я Спрашиваю А Чем Стреляем И Он Мне Объясняет Что Звук Секунду Звук Который Ты Слышишь Это Звуковая Волна Направленная Сейчас Секунду Секунду Я Переспрашиваю Живая Сила Противника Он Говорит Да На Блокирование Живой Силы Противника Я Я Спрашиваю А Как Живая Вы Здесь Вот Живые Вы Люди Почему Тогда Вам Не Рядит Этот Звук Говорит Что Во-первых Это Направленный Луч Имеющий Выверенное Рассеивание Да Выверенное Рассеивание Я Спрашиваю Влияет На Живую Силу Противника Только На Тех Кто До Кого Направлен А Как Ж Сейчас Секундочку Я хочу Понять Сам Принцип Связано Лето С Генетикой Нападающих Он Мне Говорит Что Да То Есть Получается Что Разработчики Этого Оружия Знали О том Что Генотип Нападавших Отличается От Генотипа Жителей Нашей Страны Он Говорит Да Только Не Называли Это Генотип Тогда Как Определяли Он Говорит Что Искусственные Что Звуковая Волна Этого Оружия Блокировала Искусственные Встройки В Что Блокировала Те машины Машины Да А Понятно Что Эта Звуковая Волна Блокировала Машинерию Где бы Она Не Находилась А Эта Машинерия На что Воздействовала Я спрашиваю Идет Очень Странный Такой Ответ Что Она Все Я поняла Живая Сила Противника Была Чем Это Были Человеки Ведь Нет Ни В коем Случа Добавляем